Полина Шафранова Дети учатся готовить еду, делать разные поделки. У нас есть конкурс рукоделия. Завязывают галстуки, плетут косички. То есть посредством данного конкурса дети из детских домов и социальных приютов готовятся к жизни после приюта, потому что многие дети не получают такие знания внутри детского дома. Я люблю шить, поделки делать, ну всякие там конкурсы участвовать. Ты хочешь победить? Да, очень. Вся наша группа приехала, и они надеются на меня. В смущении награды вас приветствовать и рада. Я многое умею вязать, готовить, вышивать, петь, плести и танцевать. Всему этому я научилась в Бирском детском доме. Дети одаренные показывают свои таланты, которые даны Всевышним. И развиваются, растут духовно. Будем оценивать их искренность, старания. Мы очень много всего приготовили. Я надеюсь, что я понравлюсь жюри, наверное. И получится. Я надеюсь, что у всех все получится. Мы приготовили торт. Бабушкин торт. Я так назвала его, потому что бабушка мне его готовила на каждый день рождения раньше. Творческое. Мы сделали веера из вилок одноразовых. Мы уже участвуем в этом конкурсе третий год. Нам нравится. Мы к нему заранее готовимся. Учимся готовить. У нас для этого в учреждении есть специальная комната кулинарии. Готовим плакаты. Тут главное показать себя, я считаю. И поучиться у других, если что-то новое есть. По результатам всех конкурсов лучшей хозяюшкой была признана Анастасия Бекбулатова, воспитанница Чесноковского детского дома. Второе место заняла Эльмира Миранова из социального приюта поселка Михайловка Уфимского района. А третье место Анастасия Ефимова из детского дома номер 9 города Уфы. Алина Гребешкова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.